сегодня каждый порядочный режиссер знает что самый простой способ напугать детишек своим большим ужастиком это вставить в него сцены с гигантскими членистоногими все мы не раз видели как люди убегают от огромных пауков макрит скорпионов и прочей нечисти но есть одно насекомое которое при увеличении заставляет не испугаться а скорее улыбнуться встречайте богомола который включает около 2400 видов да на первый взгляд богомол обыкновенный или богомол религиозный наверное из-за ритуала самопожертвования но об этом позже может показаться страшным у него есть челюсти и шипы на передних лапах но с другой стороны при более близком рассмотрении мы начинаем замечать сколько юмора и веселья в его милых глазах значение богомол древнегреческое слово приобрело в связи с тем что в охотничьей позе насекомое похоже на молитвенно сложившего руки человека вообще богомолы достаточно большие в длину они могут достигать 10 13 сантиметров это очень скромные насекомые неподвижно медитирующего богомола не так просто заметить среди бурной растительности они имеют удлиненное тело голову с выраженными глазами и мощные передние конечности приспособленные для захвата добычи кстати богомолы могут поворачивать голову на 180 градусов что позволяет им наблюдать за окружающей средой без движения тела а еще они обладают выдающимися боковыми сложными глазами которые представляют им отличное бинокулярное зрение обитают эти смиренные отшельники практически во всех более менее теплых странах на юге европы в австралии в средней азии даже в америке куда эти насекомые смело приплыли на торговых кораблях летать и не умеют но предпочитают не тратить на эту суету свое драгоценное время несмотря на свою любовь к дзену богомольщики не прочь вкусно перекусить богомолы одиночные хищники которые обычно охотятся в засаде используя свою способность к маскировке для подстерегания добычи подстерегая жертву малоподвижен при появлении в пределах досягаемости захватывает передними хватательными ногами удерживая ее между шипастым бедром и голенью говорят что за месяц один богомол может съесть тысячу разных насекомых и не только насекомых самые большие прожорливые особи не прочь полакомиться ящерицами амфибиями скорпионами и даже птицами важной особенностью этих благородных насекомых является то что они никогда не будут есть падаль их жертва должна оказывать сопротивление биться в конвульсиях и молить о пощаде в дикой природе основными врагами богомолов является птицы чтобы избежать неожиданного вторжения в свое личное пространство какого-то там динозавра с крыльями необходимо хорошо маскироваться если же нападение все-таки произойдет то богомол не будет убегать он развернется лицом к врагу и окажется противником сопротивления иногда эта стратегия работает и птица пугается неожиданно увеличиваешься в размерах богомола а теперь самое интересное в массовой культуре богомол прославился своими так скажем экспериментами в интимных делах начнем с того что богомоль и самец намного меньше своей второй половинки перед спариванием он показывает даме специальный ритуальный танец чтобы она могла отличить его от добычи затем у них происходит любовь во время или после которого дама поедает своего кавалера чаще всего дома я столько голову самца в чем же причина столь странного поведения влюбленных есть теория что самцы специально жертвует своим телом ради будущих поколений ведь женщины крайне прожорливые существа а беременные женщины прожорливы втройне кроме шуток после спаривания самец богомола очень ослаблен физически у него вряд ли хватит сил найти следующую самочку или прожить хотя бы неделю да и для хищников он становится очень уязвим в таком состоянии эволюционно ему невыгодно существовать дальше ведь главное не он сам а его гены поэтому самец зачастую по доброй воле скармливает себя своей любимой даже если она забыла съесть его во время спаривания сытая самка с большой вероятностью выносит здоровое потомство поэтому настоящий богомол всегда готов накормить собой свою даму и своих детей но это еще не все природе существует орхидейный богомол вот представьте себе сошли вы в дивный сад с орхидеями а это никакие не орхидеи а богомолы богомолы орхидеи могут мимикрировать по 14 видов орхидей они обитают в тропических лесах индии и индонезии у богомолов орхидей сильный половой деморфизм если проще сильное различие между особями одного пола и другого размеры самцов достигают лишь 3 сантиметров а вот самки могут быть в три раза больше пол этих насекомых также можно определить по количеству сегментов на брюшке 6 у самцов 8 у самок вы удивитесь но самки орхидейного богомола абсолютно не агрессивны по отношению к самцам в отличие от остальных богомолов самки этих насекомых крайне редко съедают своих самцов во время или после спаривания абсолютно легко догадаться чем же питаются данные богомолы жертвами станут те насекомые которым зачем-то понадобилась орхидея на которых богомолы и проводят свою жизнь смертельной опасности оказываются все опылители пчелы бабочки разные мухи и прочие букашки такой подход называется агрессивная мимикрия с помощью изменения окраски положения благодаря выделению особых химикатов они крайне эффективно охотиться на любых посетителей оккупированного ими цветка во время брачного периода самцы осторожно забираются на цветок где сидит дама максимально красиво и эстетично они подбираются все ближе каждый новый шаг может стать летальным если самка случайно примет парня за очередного похитителя нектара в конце концов удачливый кавалер таки сможет забраться на богомолиху своей мечты и осторожно ее оплодотворить после спаривания самки откладывают яйца в отеке кокон с яйцами который прикрепляется к твердой поверхности всего может быть от четырех до шести отек вырастают детки через один-два месяца самки богомолов живут среднем год самцы вдвое меньше богомолы привлекают внимание не только своим уникальным внешним видом и поведением но и тем как они взаимодействуют с окружающей средой играя ключевую роль в многих экосистемах а вы боитесь насекомых и каких пишите в комментариях для тех кто долгое время с нами кто хочет поддержать развитие канала может перейти на платформу бусти патреон по ссылкам в описании там видео будет появляться раньше и без рекламы а возможные видео которых не будет на платформе youtube надеемся что вы цените наш труд спасибо что посмотрели этот ролик не забываем ставить лайки писать комментарии о том какого бы животного вы хотели бы увидеть следующем видео и делиться этим видео с друзьями это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео там много интересного с вами был канал о животных зу мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты любите природу вместе с нами до скорых встреч